В Боливии только несколько часов назад завершился масштабный карнавал в честь Эрнеста Че Гевары. Танцами и знаменитой песней команданта этот день отметили миллионы. Праздновали не только в Латинской Америке, но по всему миру. В Москве открылась выставка редких фотографий. Это оказалась уникальная возможность поговорить с теми, кто помнит команданты молодым. Одним из первых ее посетил наш корреспондент Георгий Гривин и выяснил из первых уст, кто дал Эрнесту знаменитое прозвище Че. Мы знаем Че Гевару по фотографиям, и Эдуардо Попок был лично знаком с последним романтиком революции. Вместе учились в Буэнос-Айресе в медицинском институте. Потом Эдуардо переехал в СССР, но воспоминания сохранил прежде всего о том, что Че это не имя, а прозвище. Вы только можете сказать, что значит Че. Объясняю. Это место единения. Если мы не, но, как ты. Но ты грубовато, я не могу сказать, ай, ты, а то есть. А я сказал, ну Че, это ласково. Он часто говорил Че, это слово произносил? Я все, я вот вас увижу в Буэнос-Айресе, говорю Че, иди сюда. Сам Эрнесту Гевара говорил, мое второе имя звучно и емко, как выстрел. Молодой аргентинский врач в середине 20 века решил, что язвы на теле общества лучше вскрывать не скальпелем, а винтовкой. Выбрал главную профессию врачевать общество, прекрасно понимая, что главной проказой общества является капитализм. С конца 1950-х Че Гевара безусловный кумир всех коммунистов, социалистов и даже анархистов с антиглобалистами. Вместе с братьями Кастро они совершили последнюю революцию в истории, свергнув на Кубе режим диктатора Батисты и утвердив социализм всего в 180 километрах от США. Собравший всю жизнь Че Гевара в фотоснимках Андрей Будаев своих симпатий команданта Че не скрывает, хотя восторга в оценке этой личности сейчас поубавилась. Многие считают его не пламенным революционером, а террористом. А еще именно Че Геваре приписывают авторство печаль известной технологии бунта на экспорт. Ведь вслед за успехом революции на Кубе он отправился свергать режим в Боливию, но там его уже ждали местный спецназ и агенты ЦРУ. Она была не очень хорошо подготовлена, все-таки эта операция, и американцы сосредоточились и кинули большие силы для уничтожения Че Гевара. Получается, пламенного борца убили, а придуманную им идею сами же США теперь воплощают в череде шагающих по миру цветных революций. Вся противоречивость фигуры команданта Че Гевара в одном историческом факте. Он мечтал построить коммунизм и отменить деньги. Спустя 50 лет после его смерти футболки и прочая сувенирная продукция вот с этой классической фотографией в билете со звездой входит в пятерку самых продаваемых сувениров в мире. Капитализм получается, что победил команданта Че. Но одетый в ту самую футболку с Че художник Будаев с этим не согласен. Для кого-то может и просто сувенир, а для кого-то по-прежнему икона. Че Гевара сказал солдату, который его расстрелил. Ты убиваешь всего лишь человека. После убийцы Че Гевары он из легендарного стал бессмертным. В Боливии Че Гевару сегодня называют святым Эрнесту и в годовщину гибели чтят всей страной. Но страдавшиеся от революции России ограничиваются фотовыставкой и цветами околопосмертной фотографии бессмертного бунтаря. Георгий Гривин и Петр Пестряев, Дмитрий Жуков. Известие специально для РЕН-ТВ.